Как можно быстрее их истратить и все, за полгода и... Женщине отдай и по миру пошел. Она их пристроит нужная русла. Сегодня, когда мы говорим, вот нам бы дорогу сделать. А никто не задавался вопросом, а мы сами-то готовы к этому. Мы сами-то готовы, допустим, ладно, мы сейчас не говорим ни про дорогу. Вот приехала бы сюда бы семей бы 10. Вот реально, кто-то бы готов сегодня, чтобы приехали семей 10. Вот у нас тут создали устав, то есть это скрепляющая такая община, жизнь, все. Насколько мы его выполняем, насколько мы его соблюдаем, чтобы приехал кто-то 10 человек левых, то есть они вообще как бы не при делах, но они загорелись, да, устав, приехали, смотрят один не так, другой не так. Естественно, они, то есть начнут тут, ну скажут, так вы сами там ничего не делаете, а почему мы должны, к примеру. Они, а они что будут делать? Если они приехали, знаете, куда они едут? У нас в уставе, что приезжает, кто должен, тот, значит, человек должен курить, пьяница, свернослов, воры. Все, они молодцы. Молодцы. Теперь каждый строится сам на свои средства. Все, у них свои деньги. Все, с деньгами приезжает. Ну, у нас сегодня первое, кто приехал, мы можем оказать помощь какую-то. Значит, кем? Ну, скотины наделить, то, как мы делали уже это у нас. Корова ходила там по дворам. Я могу там баранов дать для развода, там, это мы можем сегодня оказать такую помощь. Потом, когда они разживутся лет, там, через 7, может быть, 10, должны это вернуть или дать дальше пустить, кто приезжает. Сегодня легче, кто приезжает. Понятно, сегодня электричество, вода есть. Все есть, пожалуйста. А что они уедут у нас, что мы не так делаем? Я не про это говорю, абсолютно не про это говорю. Это мы можем дать, я могу даже козленка дать, и пусть они его разводят. Я говорю про то, что готовы ли мы реально, способны ли мы сейчас вот именно показать, принять и показать именно, что да, что вот у нас именно вот так вот, что сами-то мы как? Готовы ли мы, а то, допустим, построить асфальтированную дорогу? А готовы ли мы сегодня к этому, если построится асфальтированная дорога? Или я говорю, к тому, что приедет 10 семей? Это серьезно? Машины не готовы ездить по этой дороге. А у кого машины есть, и будут ездить. Вот просто это 10. Даже если приехали серьезные люди, это же 20 семей. Если были они сами. Построиться сегодня за лето, за 3 месяца можно построиться. Запросто. Закажи, брус привезут тебе, завтра сложат, и есть деньги, он может нанять, ему за неделю дом поставят. Это понятно. Да, все. Дальше разводи, сказать, есть, значит, деньги. Я приехал, когда купил корову, сегодня посниму, с Надежной Борисией, купили корову. У меня на завтра ни одного рубля больше нет в кармане. Ни рубля, ни копейки, полностью, чистый. Все. То, что были за корову. Но мы уже пили, к вечеру уже пили свое молоко. А материальная часть, и все понятно. Да. А я сейчас не про материальную часть говорю. Меня не интересует материальная часть. Приедут миллионеры, приедут с деньгами, приедут без денег, у кого-то займет. Меня не интересует. Меня интересует о том, что мы-то здесь не просто держимся на материальных вещах. Вот пока у меня есть корова, я здесь живу, корова сдохла, все, я уезжаю отсюда. Нет. То есть здесь общинная жизнь. Мы христиане, верующие. Я вот про что говорю. Понимаешь? И как бы не получилось так, что не надо так разудать, что если у меня что-то пока ладно, ну ладно, говорит. Ну, слава Богу. Завтра что-то не надо. Ой, надо, наверное, уезжать. Если такое настроение, то не надо и приезжать с таким настроением. Это второй вопрос. Теперь люди, которые к нам приезжают. Это не просто мы говорим, приезжайте, приезжайте. Не надо никогда так звать. А вначале пусть приедет хозяин. Желательно, чтобы с хозяйкой. Посмотрел, пожил, пообщался, прошел с жителями. Обязательно. С жителями, да, или с жителями. Да. Чего молчишь? С жителями помочишь. Пообщался, поговорил, как они, с чего начинали. Какую помощь если они получали, там что-то. То есть посмотрел. А только тогда уже можем мы с ним разговаривать. Так что приезжайте, приезжайте. Заходим, пусть миллионы. Зачем нам это? Нет, нам нет. Не надо. Люди. Он посмотрит, как живем. Пусть пообщается со всеми там какое-то время. Ну, вот тогда только так. Поэтому хоть 10, хоть 20 семей приедут. А если приедет даже одна семья, такие, которые были у нас с первого верца дня, начинают сразу, то с одной семьей не справимся. Опять речь о том, что ни о ком-то. Я говорю о себе, о себе. Вот, о нас. Что, собираешься уезжать? Нет. Я говорю о том, что мы... Что он устав не заблюдает. Что мы готовы именно вот к этому. То есть мы должны быть готовы. А сегодня, например, лично моя политика, если кто, например, у меня, ой, там приехать. Одно дело, там неверующие какие-то сразу их на подходе отшиваешь. Другое дело, кто-то из своих. Я им рассказываю, в первую очередь, все минусы. Ну вот. То есть жизнь вообще... Ты хоть представь, что такое? Это жизнь подводной лодки. Это все твои грехи, которые ты там как бы скрывал. Типа ты верующий в воскресенье. Ой, с праздником, с праздником. На неделю спрятался, тебя никто не видит. Здесь все это будет на виду. Ты к этому готов? Ну это человек, это сразу же и скажем, что это вот они, все пройдет, когда с людьми поговорим. И уже будет сразу, эээ, нет, я не согласен. Я про что я говорю. Теперь верующие, неверующие, у нас этого нет. У нас только вот это, описка, желательно, чтобы был верующий. Человек может неверующим приехать. Если он не нарушает никакой устав, живет, ну, живи. Нет, ну, желательно. Сегодня просто я про что я говорю именно неверующие, что мне неверующие спрашивают, а как вам приехать? Я говорю, а зачем? То есть, а вы знаете, что у нас есть устав, что вот, то есть спрашивают, а неверующие тоже же спрашивают. Все хотят благополучие. Земля-то не наша, не частная земля. Теперь это так. А где-нибудь случится, что это завтра какие-нибудь 10 семей? Цыган. Цыган или мусульман. Все, мусульмане хорошие, мусульмане. Вот 10 цыган, там этих мусульман сюда поселят, и будет, а узнаем, хорошие они или плохие. Поэтому, нет, поэтому надо молиться, я говорю, и Бога благодарить, и, ну, естественно, и самим. Давайте поблагодарим Бога, наверное. Давайте. Благодарим Тебе, Христиан Божий наш, Яко нас светил, если на земных Твоих влаг, Не лиши нас, и небесного Твоего Царствия. Но, Яко посреди учеников Твоих пришел, И все спаси мир дая им, Прииди к нам и спаси на нас. Слава Господи, Сыне, и Святому Духу, И ныне пресняй, на веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Плава, слава. С нами Божьей, благодатью человека, Любим всегда, ныне пресняй, на веки веков, аминь. Милый свящий Господи. Подашь Господи мир на житие, здравие И во всем благое поспешение, работай в Алексею, И в Орлааму, Назаре, и в Тищу, И всем благочестиво, желающим жить в доме, Всем, Господи, сохрани их на многое лето. Многое лето, 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 Спасибо, Христос!